Все, мы трогаемся. Сейчас ждем, пока светофор загорится, чтобы тронуться. Мишаня первый тронется, потом я, чтобы рядом шли. У спикера, как всегда, у нас пробки. То есть там на деловые просто свернуть не могли пробка. И машины стояли в непочищенном. Узко-узко, я бы так не встал, потому что зеркало бы схерачили. Я в этот раз встал и голову спрятал вот так немножко. Сейчас нас Миша обойдет и будем все-таки следить за ним. Но как бы налили мы это прилично. Грамм, наверное, на 150. Налили. Отпустило. Не, у нас мешание. Пошел. С одинаковыми репами сегодня идем. В общем, к какому заключению все-таки мы пришли? Все обудумали. И пришли к такому мнению. Этот прицеп у нас таскала F-ка. Таскала она его приличное. Время такое. Но F-ка автомобиль у нас был не новый. Соответственно, компрессор с маслицем воздух шел. То есть колечки. То есть, о, блин. И, скорее всего, это как было у меня на Мане. Вот. Ман тоже компрессор был хуевый. Кольца уже плохие. Шел с маслом. То есть, соответственно, весь прицеп, все трубки видимо с маленьким напылением масла. Вот этой всей фигни. Когда холод, например, ты запускаешь с компрессора, все равно успевает дойти полутеплый какой-нибудь воздух. Все это покрывается инием с маслом. В такую погоду начинает оттаивать и идти. Дальше идти. Все это закупоривает в каком-нибудь месте такой пробкой. И пиздец. Все встает. Приходится искать. Растапливать это все, чтобы оно прошло до ресиверов. И уже в ресиверах осталось. Либо до лета, либо погреть и слить это все. Вот такая система. Как это все промывается, я не знаю. Где-то я слышал такой термин, формулировку, что промывка идет вот этой системы воздушной. Видимо, какие-то средства есть. Можно, в принципе, этим делом заняться и попробовать промыть всю систему. Но это, скорее всего, ее нужно наливать в самое начало, подавать воздух в пустой прицеп, накачивать воздух с ресиверов, то есть сделать циркуляцию воздуха. Вместе с жидкостями этими. И, наверное, с кранов как-то что-то ослаблять. Но краны, соответственно, желательно бы вообще снять отдельно. Ревизию сделать, если они там внутри, к примеру, грязные. Ну, а вот так вот на КамАЗе, когда мы уходили летом, закрывались дороги, к примеру, мы оставляли на месяц, к примеру, КамАЗа, они стояли на зеленом ряду, на улице. По приходу, то воздух не сбрасывал, то не накачивал, то тормоза пропадали, к примеру. И вот ускорительные краны снимаешь, а они сухие прям. Сухие из-за чего? Потому что мы раньше заливали спирт. А спирт сам по себе, если его один заливать в систему, сушит. То есть он высыхает, и потом все ваши мембранки, они, блядь, сухие, к пружинкам даже аж прилипают. Разбираешь. Андрюха Завруди, наверное, помнишь, как мы это делали. Мембранку помазал, чем-нибудь там, ну, тоненьким слоем. Промыл все, собрал, все заработало. Вот так. Не так глобально сразу. Так, мне нужен кран тормозной. Это, это, это. Нет. Вот чем я и клоню. Чтобы такого не было, мы потом стали делать как? Так, антифриз простой, ну, либо тасол напополам со спиртом. Все наливаешь, я наливал в ресивера, потому что у меня, в принципе, до ресиверов никогда ничего не вставало. То есть зиму я ездил, ну, может быть, один раз, это под рамой, вот на КамАЗе, где трубка проходит, с ресиверов, туда, внутрь рамы. Там одно место, где эта трубочка изгибается. У меня там была болячка. Я только факел подносил, она железная, правда, и он сразу чук, плюнет, и все, и пошел качать. А что вот так вот? Не прыгнет, то есть он сначала чихает, стоит. То есть компрессор накачивает, давление до хрена, сбрасывает, сбрасывает. Погреешь он, и пошел. Система наполняется, слышно, такой скрежет, пошла, пошла по всем трубочкам. Такое облегчение, раз на заправке стал, быстрее, там же нельзя с факелом, не будешь ходить, скажут, эй, молодой человек, террорист, блядь, вода из кипятишь, водой полил, все, нормально, пока идем, все вроде хорошо. Заходим на заправку, практически не работает, вот тут какая-то чайная открылась, прикольная. Все завалило, говорят, на Симферопольском шоссе 70 машин расхерачивались, самая крупная авария по московским меркам. Ну-ка, бедра у нас стоят сегодня, нет интересного, которые мыть. Должны, наверное, потому что шелл заботится, в водителях грузовиков. Ну что, у меня зеркала, как вздет. Так, что, у нас две есть, колонки, Мишенька? Нет. Значит, мне эту надо ждать. Ладно, подождем. А, нет, мы с одной все равно будем. Миш, мы же все равно с одной, да, будем заправляться, я за тобой-то стою. у нас веселье продолжается, у Миши ебнула подушка, блядь, в рот, блядь. Весело, весело, весело. Где ее тут, блядь, купишь? Михаил, пару слов нам скажите. Одни расстройства, блядь. Ладно, что хоть сухо. Глушим, короче, подушку, сейчас открутим, будем что-то подкладывать, типа монетки, но только там маленько побольше. Подберем сейчас. И едем, где купить подушку. Прицеп печальный. Получается, Мишка? Ключ часу какой-то 22 маленький, большой, то есть, блядь, 19 малет. У меня нет тоже в наборе никакой. Можно на туре тоже есть. Будем штуцать. Узнаем, докуда долезем. Пробуем? Ну. А, на 22 надо. Танкист, блядь. Где отмываться будем, Мишаня? Отмываться где будем? Блядь, пиздец. У меня и спина такая же, да, походу? И капюшон, блядь. Заглушили, чуть-чуть приподняли. Это стравливает пердон. Чуть-чуть приподняли, не сильно много. То есть, транспортная так, мы вот так вот ставили. Сейчас до СТОшки покупать, потому что эти подушки, шеф говорит, вообще никогда не откручивались, так что, так что печаль, короче. там нам их будет не открутить. Надо будет, скорее всего, срезать там все на свете и менять новую подушку. Их, по идее, бы все обновить или хотя бы, блядь, запасные возить. А, все, я тут сложил, мало-мало. Ящички маленькие, конечно, на ФМТ. Кошмар. Запустились. Я, короче, решил перекусить, прям что-то хочу кушать. В этот раз я взял прям тут чеснока, огонь. С докторской колбаской сделаем и соусом. Сэндвич, что-то я не хочу, в нем соленые огурцы, их надо вытаскивать. А, еще что я взял? Три вот таких огурца, но это я, наверное, может быть, сейчас делаю, может быть, остановимся на платке, быстренько их ополосну, отрежу, ну, вот на такие, наверное, части и сделаю быстрые, малосольные огурцы. То есть, разрежу в пакет с солью все перемешаю, через два часа уже можно кушать, будет малосольная огурцы. Других не было, классических, простых, но будем такой по фигу. Давай быстренько что-то сделаем с вальканем. Кушать. Сумно трогаемся. Короче, водится, ребята, оказывается, Санкт-Петербург и Москва. Ну, вот, смотрю, евро-0, евро-1 и евро-2 не будут пускать в город. То есть, тренажку я продал вовремя? Да. Ну, Вольва у меня евро-3, то есть, она проходит. Потом, что-то еще какое-то нововведение. Что за нововведение? Не помню. Полоса разгона-то не этажа, неудобная. Получилась трава. Запашка у меня литр на поле запаса. Могли...